Девчонки, вот правда-правда, не то чтобы мне сложно было отвечать на ваши комментарии по поводу помады, но давайте сегодня я просто проведу экскурс по всем своим помадам, расскажу номера и расскажу фирму, чтобы вы потом, когда спрашивали, я отправляла вас на это видео. Хочу вас сразу предупредить, только их очень много. На самом деле они делятся на красные, на светлые и на тёмные цвета. Что вам понравится, выбирайте сами. Начну я с бомбической помадой от Мадины, которая рекомендуется, она называется это Smiley, это L'Oreal Paris, тут офигеть какой цвет. Посмотрите сразу в его номер, это Isabel Marant, сейчас покажу цвет. Это потрясающе яркий красный цвет, но он подходит для вечернего макияжа. Понятное дело, что Мадина не будет думать про вечерний макияж, поэтому кому нужен красный цвет, попробуйте. Кстати, пахнет она классно и держится, ну, так себе, на троечку, наверное, спит. Сразу ещё раз покажу эти две помады от Smart Girl, это белорусская косметика. Цвета у них, к сожалению, не написаны, наверное, где-то есть, но я не могу найти. Но вот этот вот светлый цвет у меня на губах сейчас. Она хорошо ложится, но не думайте, что это её конкретный цвет, а это смотрится как припудренные губки. Дело в том, что сверху я ещё ношу блеск, который сейчас покажу. Вот такой вот красивый блеск в оттенке 107. Это блеск от Vivienne Sabo в таком интересном бежевом, розово-бежевом таком отливе. И я его всегда наношу сверху на губы, если они светлые помады накрашены, розовые или светлые. Это те три самые помады, которые мы с вами тестировали последний раз. Очень красиво смотрится виноградная помада. И, кстати, эта помада очень близка к моей бежево-розовой. Просто здесь большой шоколадный цвет. Выглядит тоже классно. Попробуйте, если вам нравится. Запах хороший, стойкий. Это, по-моему, Maybelline. Вот этот блеск прозрачный практически от Ingrid. И вот эту вот помаду я использую совместно. Блеск создаёт ощущение такой красивой дымки на губах с небольшим отливом. А эта розовая помада меняет свой цвет с прозрачного на такой... нежного детско-розового. Да, забыла вам сказать, что эта помада интересная. Она практически прозрачная, вот такого красивого цвета. Я крашу ее внутри губ после блеска. Это Випьера. Помада, на которой я не хочу растрачивать свое драгоценное время, но которая тоже достойна внимания, которым я пользуюсь крайне редко и не особо рекомендую. Ароматная помада вот в таком вот цвете от Maybelline. Она использовалась в видео с Модиной, когда-то делала школьный макияж. Вот это два таких вот интересных цвета. Один шоколадный, а другой бежевый. Используются только вместе с блеском для губ. Смотрятся неплохо, но они слишком светлого тона, поэтому иногда я вместе с ними добавляю немного розовой помады. Красивая помада от Arimel в оттенке 210. Я пользуюсь крайне редко, но она достойна внимания. Такой шоколадно-розовый цвет. Модный, но непрактичный цвет, который будет использоваться только сверху на помаду. Это Vipera в оттенке 204. Такой, знаете, бледно-персиковый цвет. Не всем идет, но в сочетании с другими помадами просто создает красивый бледный. Самая любимая помада в оттенке 510 от Arimel. Такая вот красная. Она обалденная красного цвета. Она уже практически заканчивается. Пахнет потрясающе. Всем рекомендую. Но она растекается. Будьте аккуратны, без карандаша не наносить. И мое любимое. Перейдем к темным помадам. Их намного больше, но пользуюсь я только избранными. Про них сейчас тоже расскажу. Матовая помада от Ingrid в оттенке 309. Не рекомендую. Может быть, она старая? Может, мне продали старую помаду? В общем, она отстойна. У меня несколько темных помад от Vivienne с собой. Если бы они так жестко не растекались, хотя они вроде как бы матовые, может быть, я бы почаще бы их наносила. Это 211 цвет. Моя самая любимая помада, матирующая от L'Oréal в 212 свете, которую уже не выпускают, к сожалению. На ее смену пришли более стойкие матовые помады. Ее больше не производят, но она действительно самая лучшая, самая первая. Я ее обожаю, всем рекомендую. У меня вообще почему-то так повелось, но темные помады лежат отдельно от светлых, чтобы их не путать. И в случае того, что если у меня темный, яркий макияж, чтобы быстро найти помаду. Ну и в остатке это три помады. От Vivienne Sabo от Maybelline, не смывающаяся, и от белорусской косметики. Сейчас покажу. Это любимая помада многих, и часто задают вопрос, что это за помада. Это помада Maybelline Super Made Ink в оттенке 95. Она наносится и стирается только гидрофильным маслом. Поэтому наносить ее нужно осторожно. Вообще, я не рекомендую эту помаду. Она мне не очень нравится. Но для образов она подходит идеально. Такой, знаете, бледно-темно-синеву-ходящий бежевый такой оттенок. Ну, интересно, по крайней мере. Там есть очень много разных цветов. Может быть, вам подойдет какой-нибудь другой. Но наносить ее сложно. И потом создается ощущение, что она как будто впивается в ваши губы. И на губах это, на самом деле, не очень приятно. Неплохая темненькая помада от Vivienne Sabo. Выглядит она вот так. Вот номер у нее 727. Вкусно пахнет. Видите, она уже пусть и заканчивается. Приятно наносится, держится хорошо, не растекается. Рекомендую. Последний, но не менее интересный блеск. Это Super Stay Million Kisses от белорусского дизайна. И здесь очень хорошая такая приятная кисточка. Оттенок 219. Тоже частенько ей пользуюсь, но всегда наношу что-нибудь сверху, потому что она как-то вот сама по себе не очень гармонично смотрится. Сейчас коротко небольшой экскурс по тому, как нарисовать красивые, сочные губы. Это в первую очередь карандаш за губы. Мы немножко выводим его аккуратненько. Он не дает помаде растечься и создает увеличение губ без увеличения. Про уголки губ вы уже знаете, помните, все прекрасно. Прокрашиваем нижнюю часть немножко вместе с карандашом. Создаем плавный переход на губы. И внизу, и наверху. Далее мы используем помаду. Я использую белорусскую, про которую говорила в самом начале. Самого близкого цвета к карандашу, потому что у меня есть коричневый, и для него подойдет больше коричневой помады. Также проходимся по краешку губ, хорошо прокрашивая наши губки. И заканчиваем блеском, про который я тоже говорила. Блеск от Vivienne Sable. Для блеска. И завершенности нашего макияжа.